Здравствуйте. Руководитель Федеральной системы исполнения наказания Александр Калашников предложил привлекать к труду заключенных вместо трудовых мигрантов. Там, где они работали в доковидные времена, образовалась пустота, вернулись на эти рабочие места не все. С одной стороны, это предложение вызвало позитивную оценку, потому что буквально десятки тысяч, наверное, дееспособных, вполне себе крепких людей слоняются без дела в колониях, их надо, конечно, занять. С другой стороны, в нашей стране еще свежа память о ГУЛАГе и вообще принудительный труд воспринимается негативно. Есть повод обсудить, что мы и сделаем. У нас в студии Ирина Солошенко, начальник отдела по контролю за исполнением наказаний не связанных с изоляцией осужденных от общества. Это подразделение регионального УФСИН. И Алексей Шестаков, историк, старший научный сотрудник Градековского музея. Здравствуйте. Очень рада, что вы сюда пришли, несмотря на то, что вроде как бы тема неспорная. То есть в каком смысле неспорная? Я ни от кого не услышала отрицание, что нет, пусть они сидят, но не работают. Вы с такой точки зрения придерживаетесь? Так же? Сама идея очень хорошая. То есть работать надо? Особенно, когда хочется работать, есть возможности, есть образование, нет только условий. Если эти условия создать, то почему бы и нет? Почему бы и нет. А с точки зрения УФСИН работать надо? Работать надо, труд облагораживает. И перевоспитывает. Собственно, ради чего у нас система исполнения наказаний существует. Совершенно верно. Давайте разберемся, в чем же суть. Использовать труд заключенных там, где до пандемии работали мигранты. Они уехали, работы встали, например, на той же стройке. К слову, на строительство моста через Керченский пролив в Крым тоже предлагали использовать труд колоний всего юга России. И на олимпийских объектах в Сочи тоже возникал этот разговор. Работа как наказание у нас бывает трех видов. Первое – это обязательные работы, принудительные и исправительные. Последние. Обязательные работы приговоренный выполняет в свободное от основной работы или учебы время, не более четырех часов в день и совершенно бесплатно. Если что-то не так, поправляйте меня, пожалуйста. Исправительные может отбывать и на своем месте работы, если оно у него есть, или на том, которое предложат. При этом из его зарплаты какая-то часть удерживается. Правильно? Совершенно верно. И самые строгие – это работы принудительные. То есть это альтернатива лишению свободы. То есть ты живешь не дома, работаешь там, где пошлют, и причем из зарплаты получаешь, по-моему, только 25 процентов. Все остальное идет на гашение исков и на другие какие-то нужды. Из зарплаты удерживается определенный в доход процент государства, как-то определенным приговором суда. Какие-то удержания по исполнительным листам, все остальное получают осужденные. Так вот, а кого касается это предложение? Чей труд использовать предлагает вот Калашников? На сегодняшний день у нас в Хабаровском крае функционируют два изолированных участка, функционирующие как исправительные центры с лимитом наполнения 112 осужденных. То есть это те, кто приговорен к принудительным работам? Именно к принудительным работам, да. То есть самый строгий вид принудительных работ. Да, совершенно верно. На сегодняшний день все осужденные, содержащиеся в исправительных центрах Хабаровского края, трудоустроены. В связи с тем, что работодатели на сегодняшний день заинтересованы в привлечении к труду данной категории граждан. В связи с тем, что данные осужденные находятся под постоянным надзором со стороны сотрудников исправительных центров, привлекаются к проверкам также сотрудники органов внутренних дел. А вот расскажите нам, как обывателям, ну вот я точно обыватель, я не знаю, как это выглядит. То есть это вот участок, то есть это какой-то центр, какой-то вот типа общежития. Мужчины и женщины живут на разных этажах, они там спят, а утром они идут куда-то на работу. Или их туда вывозят под конвоем. Как это выглядит? Вы совершенно верно говорите. Все осужденные проживают в общежитии исправительного центра. Ночевать они должны в исправительном центре. Утром самостоятельно, без конвоя, они выходят на работу. Вечером самостоятельно возвращаются в общежитие исправительного центра. А совесть лучше контролер в данном случае? Или они могут куда-то уйти на пару часов? Уйти самостоятельно не могут. Самостоятельно выйти осужденные не могут. Выход за пределы исправительного центра разрешен по заявлению осужденного с разрешения администрации. А с места работы? Они же работают где-то в городе, я понимаю. В Комсомольске или в Хабаровске? Да, но с места работы до общежития исправительного центра они следуют самостоятельно. Для них установлены правила внутреннего распорядка, то есть в определенное время, после окончания рабочего дня, они в установленный срок должны вернуться к месту отбывания наказания. Где они работают? В основном осужденные у нас работают на предприятиях в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ну то есть это неквалифицированный труд? Не всегда. У нас есть осужденные с каким-то специальным образованием, юристы, плотники, водители. То есть если у работодателя есть потребность в квалифицированном труде и у осужденного есть соответствующие документы об образовании, мы можем трудоустроить их и на какую-то определенную специальность. Большинство, конечно, осужденных это люди без образования, соответственно, да, мы их трудоустраиваем на должности, не требующие специального образования. При этом осужденные отказаться от предложенной работы не имеют права. То есть просто идет и работает. На какие вакансии ему будет предложено, на какие вакансии он будет трудоустроен. Мы с вами представляем такой вот гражданский мир, да? Да. То есть вот мне, допустим, да, не очень понятно. То есть если он самостоятельно идет на работу, является ли это уже принудительным трудом? Ему дали рабочее место, дали какой-то кусочек зарплаты даже. Ну, скажем так, первый период, допустим, месяц, это еще действительно терпимо, хорошо. Но когда это превращается в систематическую, каждодневную нагрузку, в том числе нагрузку для психической системы, то есть он то на свободе, то в зоне, то на свободе, то в зоне. То есть тут много таких моментов, как экономических, так и психологических. То есть надо их все учитывать. Но тем не менее, ну, не будем лукавить, и в наших краях действительно богатый опыт использования труда заключенных. То есть фактически... В наших краях очень богатый. Начиная с Сахалина, который полностью как остров начинался осваиваться именно каторжным трудом. Но эта идея прогорела. Почему? Потому что было очень нерационально. Там получалось, что на содержание заключенных уходило больше средств, чем на то, что если бы заселились вольные поселенцы, они бы Сахалин развили в гораздо больших масштабах, чем то, что получилось с помощью каторги. То есть подневольный труд не облагораживает экономически, не выгоден? Экономически не выгоден. И он даже более того, он захватывает окружающее население и тоже снижает экономические эффекты. Легче не работать, чем работать. Тяжело, упорно, по-крестьянски. С ваших слов кажется, что заключенные хотят работать. Или нет? Осужденные хотят работать. Почему? Потому что даже освободившись из исправительного учреждения на принудительные работы, в перспективе осужденного остается еще право дальше на условно-досрочное освобождение, право на смягчение наказания в виде исправительных работ, обязательных работ, которые отбываются с проживанием дома. Дальше осужденные при хорошем поведении и добросовестном отношении к труду по отбытию 1-3 наказания в виде принудительных работ могут быть отпущены для проживания дома с семьей. То есть проживать они уже будут по месту своего жительства, но продолжать работать там, где им определил исправительный центр. То есть какие-то послабления все-таки это дает? Другая история. И когда пишут, что все-таки это не будет ГУЛАГ, вот, наверное, поэтому? Ну, ГУЛАГ – это, скажем так, вершина вот этого развития, когда, по сути дела, треть экономики Дальнего Востока уже завязла в ГУЛАГе. И поэтому вот так вырывали с корнем в 1953 году эту систему, в том числе и на Дальнем Востоке, когда прекращали даже строительство, мощное строительство, та же самая дорога на Сахалин. Для завершения ее не доставало столько денег, сколько ушло на консервацию. То есть если бы это случилось через три года, у нас была бы дорога на Сахалин. То есть есть и плюсы, и минусы. Но если брать по всей стране, и тот отклик, который до сих пор в массе народа имеет, вот это вот и ГУЛАГ, и Катарль-Сахалин, то здесь больше минусовых. Все-таки негатива. Да, больше негатива. Вы так думаете? Да, больше негатива. Потребность, которую заявляют работодатели в осужденных, не соответствует нашим возможностям. У нас нет столько осужденных. У нас мало людей сидит? Нет, у нас сидит не мало людей. У нас в исправительных центрах содержится не столько людей, сколько заявлено работодателями. Потому что у нас не хватает сейчас новых подразделений. Поэтому мы сейчас нацелены на поиск новых помещений для создания новых исправительных центров. То есть повторим еще раз, да, у нас 2000 людей, ну примерно так, да, могут получить придудительные работы вместо заключения, то есть ограничения свободы, а сейчас работают только там 100 с небольшим. Но с другой стороны, почему работодатели проявляют интерес к заключенным, когда у них 19 тысяч безработных официально зарегистрировано в комитете по труду и занятости? То есть чем хороши тогда эти люди? Ну, на мой взгляд, данная категория граждан нацелена на то, чтобы перевоспитаться и освободиться в дальнейшем, да, и вести социальную, вернуться в социум в нормальном своем состоянии, да, готовы к перевоспитанию, к дальнейшему проживанию в нормальной жизни, все-таки стремятся удовлетворить потребности работодателя, качественно выполнять свою работу. Вот, потому что, я уже проговаривала, да, что есть какие-то потом послабления для осужденного, да, при этом отказ от работы невозможен, и все невыполнения требований со стороны осужденных чреваты тем, что они могут вернуться обратно в места лишения свободы за невыполнение требований по отбыванию наказания. Угу, угу. Экономически насколько это выгодно? У нас единственное требование по заработной плате для этих осужденных, это не ниже минимального размера оплаты труда. Это 12 тысяч, по-моему, да, 130 рублей, плюс районные коэффициенты. Порядка там, наверное, 20 тысяч, да, получается. Но при этом работодатели из практики, да, есть у нас начисление от 20 до 40 тысяч рублей, это вполне устраивает и нас, и, соответственно, осужденных, которые имеют возможность помогать, в том числе своим семьям. Но, наверное, на такую заработную плату простой гражданский персонал не соглашается. Вот я думаю так. В этом может быть дело. Наверное, один из последних уже моих вопросов. А тогда вот за счет кого строить эти самые центры? За чей бюджет? Я имею в виду тех самых работодателей коммерческой структуры, которые заинтересованы в этих работниках? Или все-таки УФСИН будет строить центры, как сказать, исправительных работ, принудительных работ, как это назвать? Исправительные центры. Исправительные центры. В настоящее время мы заинтересованы в поиске работодателей, которые могут создать подобные участки на базе своих объектов. То есть создать в своем помещении общежитие для осужденных и для размещения персонала, который будет осуществлять надзор за данной категорией осужденных. В этом общежитии осужденные будут проживать и работать на этого самого работодателя. Здесь мы работаем в рамках реализации 179-го федерального закона, внесшего изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, который как раз таки и позволяет создавать участки, функционирующие как исправительные центры на базе объектов предприятий. Но при этом общежития, да, должны быть оборудованы для проживания осужденных самим работодателем. Самим работодателем. То есть все-таки опять же включается коллективная такая поддержка. А вопрос еще. А заложено ли то, что раньше была такая система, что человек выпускался на свободу и продолжал работать при колонии или недалеко от колонии, то есть использовать, зная уже местные особенности людей, даже у тех же самых начальников. Далеко не уходить, да? Да, но уже по гражданской зарплате, скажем так, без... Вы имеете в виду после освобождения? Да, да, после освобождения. Это не за причем. То есть вот здесь работал и остался. А практика такая есть? Да, у нас практика такая есть. А, то есть есть такое? В частности, по городу Комсомольску-на-Амуре у нас осуждены к принудительным работам, когда освобождались от отбывания принудительных работ, оставались проживать в Комсомольске, даже не будучи его жителями этого города, и продолжали работу на том предприятии, на котором отбывали наказание. У меня складывается впечатление, что экономические рычаги прежде всего, и они и УФСИН подстегивают к тому, чтобы он искал рабочие места, и вот эту инициативу выдвигал, и самих заключенных, получается. Это тоже экономические и психологические, потому что человек, работая на определенном месте, он уже боится даже возвращаться в старую жизнь, а в новую жизнь он более-менее нормально уже устроен. Потому что он тут адаптировался уже. То есть уже адаптация действительно произошла. Значит ли это, что это новая, не знаю, история по старым рельсам развития Дальнего Востока? Ну, главное, чтобы ушло все-таки более экономический эффект и не повторять те ошибки, которые были раньше. А тем временем, вот буквально пока мы это все дело обсуждали в студии, министр юстиции Константин Чуйченко уже поддержал идею УФСИН активнее использовать труд заключенных. Кроме того, поддержать инициативу пообещал и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, если, цитируя его заявление, к процессу подойдут с гуманистической и рационально-коммерческой точек зрения. Ждем новостей и обсуждаем любые идеи, которые вызывают у нас неоднозначную реакцию. Это была программа «Две правды». Редактор субтитров А.Семкин